Георгий Иванович, наверное, настала пора чуть подробнее рассказать о замысле фонда, который создан и объявляется сегодня, о его сверхзадаче и хотелось бы узнать, как вы видите его функционирование. Спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо, что уделили ваше время нашим проблемам и заботам. Ну, Игорь Рубенович довольно подробно ситуацию обрисовал, она действительно такая, может быть, стоило бы где-то углубить или развить какие-то определенные тезисы, но ситуация такова, ну и была таковой, что, если вы знаете, в Советском Союзе вообще высокотехнологичных предприятий, кроме предприятий ОПК, не существовало практически. Ну, эта тенденция как-то в какой-то степени сохранилась, хотя она немножко трансформируется, но, тем не менее, вот такая ситуация все-таки давлеет над экономикой. И считалось так, что все, как бы, основные средства по инновациям выделялись военно-промышленному комплексу, искались какие-то, и в свое время, вы помните, был бум конверсионных проблем. Даже мы одно время в Академии наук три года заседали, там все думали, как это все воплотить, пока не убедили, что такая постановка, она неживучая. Вот. Ну, тем не менее, любые попытки, конечно, в этом направлении крайне важны. Сегодня, ввиду того, что выделены огромные деньги на развитие ОПК, не только на оборонные заказы, но и на развитие через различные программы, имеет смысл, естественно, более обще ставить вопросы, развивать технологии шестого уклада, которые имеют место как в оборонной отрасли, так и в гражданской. И, я не знаю, к счастью или к сожалению, есть такие, как бы, приложения, где их разделить невозможно. Вот недавно я сидел на заседании Думы по безопасности сетевых и связанных систем. Как вы можете отделить, допустим, гражданскую отрасль от военной. Собственно, война, и, как говорят, будущая война будет идти в гражданскую отрасль. Просто ее будут подтачивать. Поэтому тут довольно сложно все это разделить. Ну и, судя по всему, оно и будет так срастаться, и какие-то задачи будут более общие. Не надо говорить вообще, не о нашей, а вообще о гражданской отрасли как об ущербной. Потому что в настоящее время, в Штатах, например, уже там в течение последних 10-15 лет, вообще многие инновации и многие, как бы, разработки передаются из гражданских отраслей военные. И вы знаете, что все первые разработки, хотя, как бы, прицеливались на военные нужды, ДАРПы, да, рано или поздно проходили в военную область. Ну, тот же интернет, это гражданская сетевая система, которая существует уже давно, но только сейчас начинает превращаться в сетевую систему управления там войсками и объединения оборонной отрасли и военного ведомства при создании вооружения. Поэтому, так вот, такое четкое деление, я бы уже сказал, что не очень актуально, а очень актуально деление по не назначению, а по отраслям, скажем так. Потому что они находят отражение в любых приложениях. Так же, как вот сетевые системы сейчас, вот как раз был пример. Мы все вот пользуемся, значит, персональными компьютерами и так далее. Ну, все связываемся, получаем всю информацию. Это сеть, лиши нас этой сети, мы уже сегодня, как бы, как без рук, правильно? Как ее считать? Оборонную, гражданскую. Там и оборонные задачи. К счастью или к сожалению, уже насчет закрытости оборонной отрасли трудно иногда даже говорить. Потому что сумма информации, которая выложена в открытые сети, может, по кускам она как бы и открыта, но в сумме часто она бывает закрыта. И многие вещи вообще информационные, многие страны уже, как бы, свои ведомства, касающиеся информационных разведсистем, сократили. Что-то все можно получить, грубо говоря, бесплатно. Поэтому вот есть такие нюансы. Ну, тем не менее, раз выделены эти средства, их надо, естественно, тратить разумно. И какой-то палеотип надо искать и развивать технологии так, чтобы они годились для военной отрасли, ну и, соответственно, для гражданской. Или, если есть гражданские отрасли, наоборот. Кроме того, да, велика роль частного капитала в ОПК. Я вот являюсь еще членом общественного совета при ОПК, частного государственного партнерства. И ведется определенное, во-первых, то, что об этом заговорили, уже хорошо. То, что при правительстве есть такая группа, уже хорошо. Уже проект закона есть, который подписал Медведев, тоже хорошо. Уже его проработали, идет некое движение. Конечно же, здесь есть некие заковыки. Не знаю, может быть, я лишние 3-5 минут, но это будет интересно. Дело в том, что вот сейчас, я так понимаю, выберут Фортово, может быть, как-то наладится проблема получения знаний, да. Но между знаниями и товаром на рынке, оборонный ли товар, гражданский, это огромная дистанция. Я в свое время участвовал с Басовым в ряде разработок по превращению квантовой механики в некие продукты промышленного назначения. В 20-30 лет за тот период, в котором мы прошли в таком упадке, это все, как говорят, рухнуло. Некры в военной области, вы знаете, при Сердякове были ругательным словом, поэтому никто ни научных работ, ни разработочных так не проводил. Были кризисные периоды, тоже было средств не так много, поэтому между знаниями и товаром лежит процесс исследования этих знаний и разложения их по отраслям. Потом отраслевые институты занимались исследованием вот этих новаций. Передавали это все опытно-конструкцию в бюро, которые превращали это в документацию, передавали на завод, завод оснащался новой технологией и выпускал этот товар. Вот так происходило всегда и так будет происходить, потому что это естественный процесс. Хуже, шире, это уже второй вопрос. Все зависит от того, насколько мы мудры в данный момент. Например, в той же квантовой механике. Есть резка металла, лазера. Есть медицина, есть, допустим, вычислительная техника, есть какое-то оружие силовое, мощности, есть передача энергетики, как сегодня прорабатывают. Вот масса технологических направлений у одного только и в одной области знаний. Теперь мы возьмем, допустим, товар. Ну, допустим, тоже пресловутые автомобилестроения. Ему до резка металла, наверное, отсюда подойдет. Но ему нужны еще хорошие покрышки, хорошая индикация на... Вообще хороший двигатель. Но это уже из других областей знаний. Поэтому есть масса областей знаний, распущенные на массу возможностей технологического применения. С другой стороны, есть масса товаров с массой потребностей по разным технологиям. Кто будет все это сводить? Раньше это сводилось. Был такой ГКНТ, Госкомитет по науке и технике, ВПК, Госплан, ну и так далее, и так далее. Сейчас вот пытаются создать аналог, ДАРПу, да, вот эту, наш комитет по инновациям. Ну, я говорю, нечего гнаться за ДАРПой, надо просто восстановить то, что у нас было. Поэтому наша попытка создать венчурные компании и так далее является вот попыткой вот где-то в этой середине, где-то действительно скомпоновать знания таким образом и какие-то продвижения, чтобы они были не с самого начала, а где-то вот уже полуготовые. Таким образом, чтобы частный капитал и государственный в том числе имел заинтересованность в нее вкладывать. Ни один частник на 20 лет не вложит своих денег, вы же понимаете. Ему 3-4, ну максимум 5 лет, если это ее мобиль, да? Вот. Остальное 2-3 года и чтобы была отдача. Поэтому вот мы ищем такие приложения, чтобы они были быстро как бы реализуемы на базе существующих технологий наших оборонных с тем, чтобы был какой-то эффект. Этот эффект дает толчок к следующему этапу и к следующему витку и так далее. Мне не стыдно сегодня, допустим, закупать лицензии. Не стыдно сегодня заключать соглашение с зарубежными фирмами сделать совместный товар. Все не стыдно, лишь бы этот процесс убыстрился. Почему? Вот я сейчас вам поясню, почему. И почему вот наши усилия любые, они позитивные, даже если мы это медленно будем делать, не очень рачительно, все равно они позитивные. Сегодня все предприятия промышленности, высокотехнологичные, они в оборонке и находятся в индустриальном образе. Структура, построение, окупаемость, все экономические показатели немножко такие, патриархальные. Это первое. Второе, мы должны иметь прорывные продукты. Надо находить вот то, что мы пытаемся сделать, это прорывные продукты. В-третьих, нужно оснаститься современными технологиями для производства этих прорывных продуктов. В-четвертых, мы должны иметь людей, которые все это умеют делать. В-четвертых, и самое главное, все вот это перечисленное, надо делать одновременно. Потому что мы упустили такое большое время, что у нас уже как бы ресурса нет. И кроме того, ну, скажем, организация в нашем государстве тоже такова, что, ну, как бы это не стрельба из пушек, так, процесс сравнительно медленный. Поэтому все надо делать одновременно, спешить, и самый главный фактор – это время. Поэтому мы, не теряя времени, нашли друг друга, пытаемся организовать вот такую венчурную компанию, которая сможет действительно на вот этих переходах найти такие проекты, которые действительно для злободневных сегодня задач транспорта, допустим, моделирования, масса других приложений дала бы действительно экономический эффект и воодушевил бы, нам нужен позитив в первую очередь, чтобы мы, как русская душа, разогналась, и на этом позитиве мы могли сделать и другие проекты. Очень важен фактор региональный. Почему мы зацепились именно в Раменском, и почему это дало вот такой результат? Потому что давным-давно, как вы знаете, вот такой кластер был подписан президентом, уж, наверное, 8, 10, не 10, но лет 8 назад точно, да, что нужно в Жуковском создавать авиационный кластер, да. Ну и потихоньку он начинает образовываться, потому что проблема непростая. Учебное заведение, там, жилье, специалисты и так далее, и так далее. Второе, образовалась большая компания вертолетная в Томилино, тоже рядом, и у нас существовала в Раменском компания, которая занималась и разработкой, и производством современного приборостроения. И это очень легко смонтировалось, потому что мы являемся, как бы, головными интеграторами и для самолетов, и для вертолетов. Тем более сейчас происходит интеграция, сюда вливается еще ряд предприятий, и вполне возможно организация вот такого действительно, я бы не сказал действующего, а высокоэффективного кластера, действующего он сегодня. Сегодня есть КБ, есть заводы, есть смежники, есть учебные заведения, это и МАТИ, филиал МАТИ, я вот завкафедрой МВТУ, мы сами научились строить жилой фонд под гарантией банков и вот наших для молодых специалистов. Ну, собственно, вот какие-то вот такие зачатки, действительно, они есть. Их нужно действительно оформить, и почему мы объединили усилия, чтобы придать этому нужную скорость. Потому что если это делать с медленной скоростью, это хорошее начинание просто завянет, а это крайне жалко. И очень важно сейчас не просто сделать это дело, а показать, что можно это сделать другим. Это как пример, это крайне важный фактор. Потому что никто сейчас уже, вам же не надо рассказывать, что уже все уже никто ни во что не верит. Правильно? Вот давайте покажем. Давайте покажем, что есть возможность это сделать. Действительно, мы это делаем. Поэтому есть вот такое региональное притяжение. Ну, и я должен сказать, что как только вот это завяжется и начнет действительно работать, другие частные инвесторы, они привлекутся сразу. Даже из-за рубежа мы вот заключили уже контракт с одной даже натовской фирмой по военно-техническому сотрудничеству. Это вообще беспрецедентный случай. Фирма Сажем, мы имеем совместное предприятие с фирмой Сажем, которая находится во Франции, а Франция, естественно, член НАТО. Таковались с другими фирмами, и с итальянцами, и с теми же французами. Всем сейчас выгодно единение, потому что объединенным усилием можно синергетически родить совсем другой продукт. И действительно выиграть вот этот временной фактор. Он крайне важен. Сейчас гораздо важнее денег – это время. И гораздо важнее денег – это хороший специалист. Деньги уже третий фактор. Спасибо, Евгений Викторович. Ну, я в целом вот так обзор такой сделал. Спасибо, Евгений Викторович. Мне кажется, что...